Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Маха Горячева, и сегодня я хочу поговорить, как бы эгоистично это ни звучало, о себе. Дело всё в том, что постоянно в инстаграме я пишу какие-то посты, где я душероживающе говорю о каких-то же трепящих темах в моей жизни, как там друзья меня предали, или может у меня с кем-то там что-то не сложилось, и я всё время пишу-пишу-пишу, но никогда не рассказываю, как и почему, то есть не объясняю, а это порой так важно. И вы в комментариях часто стали спрашивать меня, Маша, ну расскажи вообще, что ты делаешь, чем ты занимаешься, что ты хочешь, о чём ты мечтаешь? И поэтому я решила замутить небольшую рубрику, почему же я здесь. И в каждой из этих рубрик я буду рассказывать по 10, ну или может немного меньше фактов о себе, и вообще в принципе о том, что я думаю о жизни. И начну я с самого ванильного и радужного, это 7 моих самых больших мечтаний. Что ж, друзья, меньше слов, больше дела. Погнали! Мечта номер один – это создать детский лагерь. Очень долго я хотела стать детским педагогом, у меня даже есть третий классик в моей школе, в котором я была классным руководителем до тех пор, пока перевелась на домашнее обучение. И сейчас у меня всё идёт к тому, что я создаю свой детский проект под названием «Бункер», про который я уже тысячу раз говорила. Но не будем о бункере в тысячный раз, просто расскажу то, что у нас в 8-10 будет крутой выезд, и обязательно всех жду, людей из любого города, ссылочка будет в описании. В общем-то, это приближение к моей огромной мечте, я хочу создать именно такую семью по всей стране. Знаете, есть у нас, допустим, ну в Питере много антикафе, которые создали какое-то одно место, и сейчас они разрастаются по всему городу. Я обожаю соединять людей, и детский лагерь – это то место будет, которым приедет ребёнок, ваш ребёнок, или вы сам, и вас будут развивать в абсолютно разных темах. То есть, много знакомых у меня, много друзей, и каждый, ну, найдёт, чему научить другого ребёнка, потому что это же реально круто. Вы когда ездили в детский лагеря, вы видели, вот, знаете, ну, может, вы приезжаете, и как-то к вам халатно относятся. То есть, ну, я ездила в детский лагеря, и ко мне относились как-то не очень. Ну, то есть, было всё не очень организовано, честно-то говоря. А тут ребёнок будет приезжать, я буду давать ему частичку своего тепла за счёт людей, которых я найму, да и, в принципе, сама. Ему буду рассказывать, как рисовать, ему буду рассказывать, как играть в театре, как петь, как танцевать, как заниматься режиссёрством, спортом, борьбой, дарарараж, язык заплетается. Потому что, когда я говорю о своей самой большой мечте, я настолько сбиваюсь в детях, мельчешу словами, всё такое, потому что у меня сразу в голове бау-бау-бау-бау-бау-бау, вообще разнос именно. Потому что это то, чем я живу. Это, наверное, моя самая огромная мечта, да, и из неё исходят дальше мечты. Ну, об этом потом поподробнее. Мечта номер два. Я хочу стать режиссёром. Да, мне всегда нравилось вообще создавать картинку. Я люблю брать какую-то ситуацию, моделировать её. Как вы думаете, почему у меня такие посты в Инстаграм? Потому что мне просто нравится, когда люди смотрят и читают какую-то определённую историю. Я вообще сама фанат любого Инстаграма, потому что там можно прочитать свой небольшой фильм в этих огромных постах. Моя мечта стать режиссёром вообще возникла, наверное, год назад, когда я, в принципе, посмотрела очень много коротко-метражных фильмов. Было такое время, когда я реально взяла компьютер, поставила его вот так вот тут и сидела часами напролёт, смотрела, что же люди снимают именно из тех режиссёров, которые пока малоизвестны. И так сортировала по самым малоизвестным до самых известных, великих и крутейших режиссёров типа Пандурчука. И, в общем-то, сейчас я понимаю то, что если я создам фильм, если я создам хотя бы парочку короткометражек, если я создам то, что будет смотреть человек, не только посредством видео на YouTube и, в принципе, большой аудитории, если это, конечно, разойдётся на фильмографию, то это вообще вау! Ну, мечты, они, конечно, бывают иногда мечты, но почему-то мне кажется то, что мою режиссёрскую систему можно превратить и в реальность. Тем более я хочу поступать на режиссёра и... смотрите мои фильмы в будущем! Моя мечта номер три — это жить на берегу моря. Да, наверное, звучит банально, и все бы хотели жить на берегу моря, где-нибудь на Бали, в Майами и всё такое, но я лично хочу жить на берегу Ямайки. Для меня самое крутое — это если бы я, мой брат и моя мама, мы поехали на Ямайку, сняли бы какой-нибудь такой, знаете, большой пляж, выстроили эти три дома и жили бы там семьи. Я со своей семьёй, мама со своей семьёй и Женька со своей семьёй. Ну, мама не со своей семьёй, а там собачки, бабушка, её подружка обязательно возьмём. И то есть мы бы создали такой небольшой мир. Я, конечно, не хочу отстраняться от всех, и мне нравится то, что в России, в принципе, вот такое общение. Ладно, тут нет моря в моём Питере любимого. Ладно, ладно, это тоже круто. Но круто, пока я маленькая. Круто, пока я ещё вот здесь на каком-то определённом этапе. Но когда я вырасту, я хочу, чтобы, ну просто, я даже не знаю, как это описать. Может, как-то эгоистично-то звучит, потому что у меня будут дети, и они будут хотеть видеть мир по-другому. Но пока они будут маленькими, почему бы не отправить их со мной вместе на море? Вы просто представляете, что такое просыпаться на берегу Ямайки? Вот просто, ну, те, кто смотрит первый раз это видео, я... Просто у меня Боб Марли головного мозга на всю голову, я обожаю Бобу Марли. И моя мечта поехать на Ямайку, она появилась не просто так. Я знаю, что это бедная страна, я знаю, что там всё построено на травке, и, по-моему, в 12 районах. Но всё равно, ведь можно поехать в какое-то определённое место и видеть его абсолютно по-своему. Я просто не могу уже эту Дашу на заднем фоне! У нас просто, понимаете, такая тема, то, что у нас стоят там берёзки огромные, короче. К нам каждый день приезжают эти рабочие, они просто эти берёжки хрум-хрум-хрум. И даже ей они так не нравятся, просто эти мужички, вот эти вот хрум-хрум-хрум-хрум. И она просто постоянно по утрам начинает шарманку заводить, они приходят в 9 утра, уходят в 10 вечера. И я просто её слушаю каждую минуту. Моя мечта номер 4, это чтобы моя самая любимая группа под названием «Сальто назад» приехала в Санкт-Петербург и дала концерт. На самом деле, мне кажется, то, что у каждого подростка должна быть такая мечта, то, что, типа, приедет любимая группа в твой город и даст концерт. Но дело в том, то, что моя любимая группа ненавидит Россию. Я тысячу раз читала их всякие интервьюшки, то, что, типа, «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э, Россия, та-та-та-та-та». Может быть, я, конечно, неправильно это понимала, но там постоянно у них есть рубрика в группе, типа, какие вы города хотите, чтобы мы приехали. Там пишут просто «Питер, Москва, Екатеринбург, Тверь», ну, что-нибудь такое. Они такие, «Да, хорошо, мы вас поняли, устроим концерт в Харкове». Ну, во Львове. Ой, то есть в Киеве. Ой, ой, та-та-та-та-та. Короче, реально, они просто на него приезжают в Питер. Я не знаю вообще, какими путями их сюда заставить приехать. Я думала уже их позвать. То есть я прикидывала, какой зал можно снять, что, как и можно вообще им привезти их сюда. Это было бы реально круто. Кстати, ребята, если кто-то слушает эту группу, живет в Санкт-Петербурге, ну или рядом и готов приехать, то пишите в комментарии, потому что будет круто, если мы вместе скооперируемся и устроим им концерт. Ибо я вот не знаю, кто их еще слушает. Я знаю, ну, парочку друзей, которые, типа, знают их песни, такие «Твоим возможностям нет предела». Ну, это любимая сточка из их песен. Вот, ну, они реально, кстати, крутые. Если хотите, послушайте. Я не знаю, мне кажется, я их пиарю больше, чем себя. Потому что, ну, просто эти чуваки, которые взорвали мой мозг, они очень много поменяли в моем внутреннем мире. Если они приедут и дадут концерт, это будет просто невероятно. Вот у меня скоро день рождения. Эх. Эх, сейчас бы сальто назад приехали. Моя мечта номер пять – это чтобы люди относились ко мне проще. Знаете, как бы это дурацко не звучало, но в последнее время у людей стал появляться культ, что я, типа, известный блогер. Ладно, на самом деле, просто началась такая тема, то, что ко мне подходят девочки, мальчики и говорят, «Машуль, давай, типа, сфотографируемся, ты рыбыр и туда-сюда». И я... Это прикольно, не спорю. Спасибо за такое внимание, это круто супервал, но они фотографируются и уходят в большинстве своем. Просто есть такая тема, то, что если ко мне подходит человек, я сразу с ним что-нибудь спрашиваю. Мы начинаем общаться, мы начинаем болтать. У меня зачастую происходит так, что я там в метро еду, ко мне подойдет девочка, сядет, скажет «Привет, привет», мы так ручки друг к другу пожмем, вот так. И просто, типа, едем, ну, даже если нам не по пути, может, вы со мной прокатите, или я даже с ним прокачусь. И мы просто пообщаемся за какие-нибудь жизненные темы. Ну, это же прикольно, когда есть такая возможность, ты подходишь, узнаешь человека, и вы с ним общаетесь. А девочки подходят, говорят, «А-а-а-а, давай, сфоткаемся, типа, ну, давай, там, тыр-пыр». Ко мне раза три, просто, не знаю, этот прикол, когда мне раза три подходили, говорят, «О, Маша, давай, сфоткаемся». Про Кару я молчу, у меня такого спасибо не говорили, конечно, не подходили на улицу, говорят, «А-а, мать, Кар, ты, гляди, в городе». Нет, просто, короче, я мечтаю, чтобы ко мне относились проще, реально, относитесь проще. Это все очень круто, но когда вы подходите, общайтесь со мной, пожалуйста, спрашивайте что-нибудь, рассказывайте что-нибудь, делайте что-нибудь, а не просто фотографируйтесь и типа, «Ай, чё, не грусти, я грусти, я грущу от этого!» И, наверное, из этого вытекает моя мечта номер шесть, чтобы люди относились ко мне не как к картинке, а к человеку, с которым реально можно поговорить. В общем, раньше я занималась модельным бизнесом и вся такая фигня, сидела с утра до ночи на съемках, мне было это супер круто, супер вау, но потом в один момент я просто подумала, «Я торгую своим лицом». Да, действительно, это звучит так, потому что, ну реально, то есть я прихожу, мне платят деньги за то, что меня фотографирует мое лицо. Ну ладно, ну может им логично и всё такое, но сами посудите, когда, допустим, ну модели понимают, о чём я, заказчик тебе заказал, и ты там должна делать то, что он скажет. Ну, конечно, не в этом смысле, но я имею в виду, что реально, то есть тебе сказали, надень канди-бобер на голове, станцуй на третьей ноге, ты как бы должна надень канди-бобер на голове и станцевать на третьей ноге. Именно из-за этого я перешла в альтернативные съемки, то есть если мне пишут, мне нравится идея, я говорю, ой, папа звонит. Да, пап. Знаете, бывают такие моменты, которые я просто обожаю, и один из них, это когда звонит твой отец и говорит, Маше, через полтора часа ты должна быть в центре города, а мне ехать до центра города только час, а я не сняла видос, и сижу в рубашечке. И из этого вытекает моя мечта номер семь, я мечтаю, чтобы у меня был ковёр-самолёт. Ладно, на самом деле нифига не мечтаю, чтобы у меня был ковёр-самолёт, я мечтаю, чтобы просто всё было в этом мире доступно. Хотя я из тех людей, которые не верят, то что вот, знаете, говорят, то что типа в будущем будут машины летать, то что будет всё вот так суперкруто наворочено, это нихрена так не будет, всё будет почти так же, как и осталось. То есть может, конечно, прогресс, он слишком высоко растёт, и раньше у нас были маленькие телефоны, и сейчас у нас айфонища и всё такое, но пока сам мутно верится, конечно, что такое может произойти. Да, сбил меня бац и с толку, конечно, сбил, но ничего страшного, ребят, всё-таки сейчас началась вот эта вот рубрика, которую я называю «Почему я здесь?». И это только самое начало, дальше будет больше, то есть я буду рассказывать вам именно вообще все свои переживания, все свои мысли, потому что круто. Недавно я пересмотрела свои старые видео и послушала себя просто со стороны, и я поняла то, что мне самой даже интересно послушать что там, и как у меня происходило в жизни вообще раньше, это как живой дневник. Мне кажется, то, что все ютуберы рассказывают на своих видео, вот именно вот такие темы, чтобы потом себя послушать и научить всё-таки вас, те, кто вот как бы вроде всё понимает, и вроде да, супер классно, но какие-то моменты круто, когда мы обсуждаем вместе, делаем вместе. И подводя итоги этого видео, я хочу сказать, не боитесь своих мечтаний. И если ради мечты вам придётся переплыть океан, то просто спрашивайте, какой, а не как. И не думайте то, что мечты должны оставаться мечтами. Мечты должны становиться реальностью. На то они и мечты. С вами была Маха Горячова, и если вам интересно узнать дальше, допустим, там, 7 моих самых крутых желаний, или 7 моих дурацких привычек, что вообще вас интересует, будет круто прочитать в комментариях, именно какие темы бы хотелось вам обсудить в первую очередь. Люблю, целую, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!